Жалко дерево, ведь оно могло еще расти и нас радует. У этого дерева скоро начнется вторая жизнь. Бывает такое, что они заболели или пришел возраст, и деревья естественным образом погибают. Соответственно, в саду их обязательно надо спилить, потому что это опасно. И ты смотришь на него, смотришь, какое количество колец, и почему-то становится грустно. Мы решили, что мы можем дать вот такому погибшему дереву вторую жизнь. Превратить его из обычной древесины в произведение искусства, в арт-объект или скульптуру. Это не просто древесина. Вы видите, она состоит из двух строжихся как бы сердцевин. И когда скульптор начинает работать, это игнорировать никак нельзя. То есть, либо у вас будет какая-нибудь двойная форма композиции, либо вы будете использовать только одну какую-то часть. Как вы работаете с пластилином? Вы берете кусочек пластилина и что-то из него лепите, правда? Ну вот вы так, ушко сделали, да, лапку сделали, еще что-то. То же самое примерно с таким же принципом работал художник-скульптор Андрей Владимир. То есть, по сути, вместо пластилина у него были вот такие сучьи. По своему эскизу, по своему рисунку он просто подбирал нужную форму и крепил там, где нужно. И таким образом он, по сути, из веток слепил, создал скульптуру оленя. В ландарте природа определяет, куда поставить скульптуру. Вот поляна, на которой спилили деревья. И художник придумал, что на эти пни могут приземляться волшебные люди-птицы. Ландарт – это когда произведение искусства вписано в определенный ландшафт. Вот эта композиция, которая называется «Трофей охотника за драконами». Если вы посмотрите внимательно, то голова этого дракона, на самом деле, это та коряга, которая пролежала здесь много-много лет. Конкретно этой коряге была придумана вся остальная история. И вот уже родилась целая легенда о том, как охотник охотился за страшным чудовищем. Для дерева вторая жизнь, а для нас волшебная лесная сказка. В ботаническом саду гуляли Маша Киселева и Соня Ростанова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова